Привет! Сегодня мы делаем новый аквариум для рыб. Привет! Сегодня мы действительно запускаем новый аквариум и покажем вам, как это делать. Это пресноводный аквариум. Вот у нас есть аквариум. Первым делом оборудуем его днище. Включим свет и покажем. На дне аквариума лежат плиточки и я использовал две трубки, которые приклеил силиконом. Специальным аквариумным клеем, черным силиконом, таким же, которым делаются вот такие углы. Когда склеивается аквариум, он используется. Продается такой клей-силикон в зоомагазинах. Зачем нам нужны вот эти плитки на дне аквариума? Для того, чтобы грунт лежал неровным слоем, а как бы образовывал террасы, нужно что-то закрепить на днище, на дне аквариума, что создаст перепад рельефа, чтобы днище было неровным. Последнее время я использую плитки керамические, которые никогда не были использованы по назначению. Вот тут вот видно, плитка чистая, обратная сторона чистая, на ней никогда не было клея, потому что керамическая плитка, она нейтральная. Она не выделяет в воду ничего, что никаких вредных веществ, которые могут плохо влиять на рыб и растения. Будем закладывать грунт. По этой же причине, чтобы не было никаких вредных примесей, мы берем грунт не просто так на улице, нагребли, накопали какой-то щебенки. В данном случае это базальтовая крошка. Тоже лучше не экономить, а купить в зоомагазине и уточнить, чтобы это была нейтральная порода. Потому что если в грунте или в камнях, которые используются в аквариуме, будет примеси известняка, он будет делать воду более жесткой. И это плохо для рыб и растений. Если же там будут примеси металлов, в частности, оксиды железа, это тоже будет делать воду не совсем удачной для выращивания растений. Итак, мы закладываем грунт. Грунт мы предварительно промыли, поэтому он в ведре. А теперь мы его закладываем в аквариум. Аккуратно. Не устанавливайте аквариумы на подоконках. В нашем случае это окно между комнатами, поэтому нам можно, но нельзя никогда устанавливать аквариум возле обычного окна, окна наружного. Потому что в таком случае на аквариум будут падать прямые солнечные лучи, и из-за этого будут разрастаться вредные, нежелательные водоросли. И будет очень трудно контролировать их рост. Поэтому подоконник это не место для аквариума. Укладываем грунт и выравниваем его. Вот теперь понятно, почему нужно было делать днище наклонным, с такими вот всякими штучками, которые создают этот рельеф неровный. Иначе наш грунт просто бы оползал бы, сползал бы вперед. А так мы его сделаем с уклоном. У нас даже еще лишний остался. Думаю, весь мы его использовать не будем. Ну что, грунт уложен. Теперь начинаем набирать в аквариум воду. Откуда берется вода? Воду берем из крана, из водопровода. Никаких колодцев, никаких фильтров. Берем воду из водопровода, набираем в ведро, и один день отстаиваем так, чтобы из нее улетучился весь хлор. Почему нельзя брать воду из фильтра? Потому что фильтры, бытовые домашние фильтры, в них стоит мембрана обратного осмоса. То есть практически такой фильтр выдает нам дистиллированную воду. В дистиллированной воде не содержится никаких полезных веществ. Никаких вообще веществ не содержится, которые могут понадобиться, не могут понадобиться, которые понадобятся растениям и рыбам. Никто не может жить в дистиллированной воде. Поэтому мы воду отстаиваем и потом набираем ее, наливаем ее в аквариум. Она будет мутная в первое какое-то время, это не страшно. И когда наливается вода, размывается грунт. Это тоже не страшно, мы его потом поправим. Так, что делать, когда воды не хватает? А нам воды не хватает, мы отстояли мало воды. Это тоже не проблема. И сейчас покажу, что делают в этом случае. Если нам не хватает воды, мы берем обыкновенный фильтр и фильтруем воду через него. Такой фильтр не опасен, он не делает дистиллированную воду. В нем обыкновенный активированный уголь. Хлор улетучивается, микроэлементы остаются. В этом аквариуме мы планируем использовать растения двух типов. Вот такие плавающие на поверхности капусточки. На самом деле это растение очень красивое. Оно называется пистио-водный салат. Но в народе его называют капуста. И вот такую же плавающую на поверхности ритчию. Сейчас расскажу про нее. Вот у нас есть тут незваный друг. Это... Видно? Это моллюск. Вот такая улиточка. Она нам не нужна. Они не являются полезными друзьями в аквариуме. Полезные улитки есть, но они совершенно другие. А это не полезные. Поэтому мы ее отправим... Отправим мы ее в мусор. Она нам не нужна. Если взять ритчию и запустить в аквариум, она будет плавать на поверхности. И разрастаться вот такими вот ковриками. Но мы хотим сделать коврик на дне. Для этого возьмем, опять же, чистую керамическую плиточку. И разложим на нее ритчию. И привяжем леской. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот мы раскладываем ритчию по плиточке. Разделим этот куст. Так. И сейчас мы ее закрепим. Для закрепления возьмем леску. Лукометную рыбацкую леску. Когда ритчия разрастется, через некоторое время она покроет леску. И лески видно не будет. А пока нам нужно ее красиво вот так вот примотать. Так, мы ее закрепляем. Кот явно заинтересовался леской. Заберю кота леску. Забери и пойду и помоги мне. Поставь сюда пальчик. Заберяй пальчик. Так, леску кота забрали. Хорошо. Хорошо. Вот такие получились у нас заросли. И теперь это все можно закладывать в аквариум. Как я говорил, вода в аквариуме мутная. Но это не страшно. Расправляем грунт. Это не страшно. Она посветлеет еще. Все будет хорошо. Вот эти наши пластины с речей. Вкладываем на дно. Где наши стены? Пластины. Вот они. Так. Так. Наши коврики уже здесь. Возьмем немножко грунта. И присыпем. Плиточки, чтобы не было видно. Учитывая то, что наша речья должна еще разрастись, то вообще будет красота. заполняем. Таким образом делаем ландшафтный дизайн. В результате у нас пока получатся такие зеленые терраски. как бы грядки. Из всего хитрого оборудования у нас есть лампа. Обыкновенная. Обыкновенная. Обыкновенный абажур. Компакт. Яркий. Достаточно. Потому что у нас растения будут компрессор и вот такой простой фильтр Air Lift. Потому что в этом аквариуме у нас будут маленькие рыбки, мальки и креветки. Тут нужна губка и фильтр должен быть достаточно слабеньким, чтобы их туда не затянуло. Открывай. Я думаю, эту штуку забери ножницами. Не надо резать. Она просто вот так вверх вытаскивается. Ой! Что у нас упало? Япучка. Раскладывай все здесь. Что есть внутри. Очень просто. Устанавливаем фильтр в аквариум. Секунду. Это должно быть здесь, где трубка. А куда мы эту штуку прикрепили? Установили. Трубку. Компрессор. Подключаем. Лайфхак. Чтобы регулировать мощность нашего фильтра, мы возьмем вот такую вот штучку. Зажим от капельницы медицинской. И будем его использовать. По назначению надели его на трубку. Установим на трубку. Пока все включается. Давай. Раз. Два. И включаем. Розетку. Потом это все красиво расставим и спрячем. Потом он начинает будить. все работает нам нужно осталось просто долить воды в аквариум чтобы фильтр был полностью покрыт водой сейчас принесем еще воды и я покажу как наливают воду в аквариум так чтобы не размыть растения а пока мы можем запустить в аквариум наши растения поверхностные прокладывают на поверхность давай по одному запускаем не перевернулась все хорошо и вот эту маленькую тоже запустим да а это веточка роголистника у нас случайно затесалась мы ее тоже сюда отправим я покажу как наливать воду когда в аквариуме посажены растения чтобы не размывать их льем на ладонь так чтобы стекала вода по стеночке ну вот и все вода налита все пулькает фильтр работает компрессор жжет наша травка зеленеет вот наша посажена величие осталось только ждать через дня 3-4 можно будет запустить рыбок а еще через неделю травка уже будет красивая ждем я знаю что ждать очень не хочется но это сейчас самое главное кормление морского аквариума вот здесь давай так хватит вот это этот корм это рычки такие маленькие артемия замороженные когда они начнут попадать в актинию актиния начнет захватывать их щупальцами и закрываться смотри оп 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 ловит их щупальцами а рыба там сидит а почему рыбе не страшно рыбе страшно тоже ну рыбе не страшно рыба живет в этой актинии видишь как актиния закрывается она поймала маленьких пару штучек рачков и закрывается видишь актиния как уменьшилась она сжалась она пытается съесть то что она словила можно я да вот так вот прямо в направлении актинии это надо сделать чтобы она получила побольше смотри она будет сейчас закрываться ловить в этом аквариуме же хватит уже в другой пойдем кормить смотри смотри как они ловит щупальцами и моментально закрывается а рыба там сидит оп оп видишь а рыба почему не умирается если ее так зажим потому что у них симбиоз у этой рыбы симбиоз с актинией что такое симбиоз? симбиоз совместная жизнь они друг другу наоборот помогают видишь рыба доест то что не попало в актинию вот актиния совсем сожмется и будет переваривать то что она поймала а что это за точечки те которые вот тут пупырки ну такие у нее пупырки с той стороны что это живот? ну спина скорее всего вот сюда ой я не достал давай пшик пшик можно я? можно я? что сделаешь? вот здесь давай пшик хватит 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 смотри как начинает эуфилия ловить и закрываться вот здесь тоже такие щупальца есть здесь тоже есть такие щупальца здесь тоже есть и фиории а я их почему то не вижу между камнями похоже я вижу что видишь? вот какое то щупальце которое лежит похоже вот вот вон вон где где из вот этой большой дырки высовываются щупальца видишь? ага так я докажу вот горestion так все вот все но все дети Продолжение следует... Продолжение следует...